Айра Шамилов В новом сезоне забросил блудный сын казанцев Дмитрий Обухов Преимуществует Лойл Ника Капанин Подопечные Назарова смогли отквитать одну шайбу Но в ответ получили еще два гола Лечились Песанин и Медведев В третьем периоде Александр Рязанцев отчехлил свою пушку Но барсы уже через пару минут восстановили преимущество Итогу еще два встречи установил Денис Голубев Который забросил свою первую шайбу в КХЛ Мы плохо начали, делали себе задел В общем-то с неплохим настроем Вышли все-таки начало сезона И понимали, что Те зрители, которые уже соскучились за полгода По хоккеям, надо устроить сегодня праздник В общем-то, как мне показалось Мы это сделали Немножко, конечно, в конце смазали удаление Но в целом Я думаю, что всей игрой довольны И так, как и зрители И мы, я думаю, что Сейчас мы уже это все забудем И будем готовить следующий матч Завтра казанцы примут на своем льду Минское Динамо Начало встречи в 17.00 ТНВ приглашает зрителей на традиционную прямую трансляцию Комендатор Олег Пшеничный и Александр Нордан Победный почин Барсов поддержал и Нижнекамский нефтехимик Обилие бросков и моментов принесли хозяину быстрый успех С преимуществом в три шайбы они повели уже в 15 минуте Причем все голы были забиты в течение короткого отрезка В 3 минуты и 37 секунд Автором первой силы не шайбы стал Цибок Скорик и Стушко реализовало большинство А после точного броска Коукола Счет довел и вовсе до разгромного А результативных действий зрители больше не увидели 3-0, сухая победа нефтехимика Я думаю, матч удался Все-таки сегодня предматчевая атмосфера была соответствующая Конечно, ребята были очень настроены хорошо И первый период, как все видели, нам удался Очень хорошо мы на скорости То есть забили хорошие голы И дальше мы все-таки, я думаю, контролировали игру И поэтому довели ее до победы И молодчик вратарь, надо сказать, который собирал на ноль Не столь удачно сложился матч у другого нефтехимика, футбольного Накануне на соседнем с хоккейной ареной стадионе Подопечный Дмитрий Огай выступили подмосковным химиком Это поражение прервало сразу две серии Если для нефтехимика поражение стало первой домашней неудачей за два года То для химок вымоченная в Нижнекамске победа стала первой в нынешнем сезоне Татарстанская команда проиграла 1-2 Так же, как и Рубин неделю назад Отметим, что казанцы и нижнекамцы показывают в чемпионате идентичные результаты На этом наш выпуск завершен Увидимся на ТНВ Сегодня еще солнышко и тепло, но смена погодного настроения совсем близко Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире прогноз погоды Уже в ночные часы через республику начнет проходить холодный волновой фронт с дождями и грозами Температурный фон понизится А как утверждают народные приметы, если завтра утром будет холодно, то и зима будет ранняя и суровая Подробнее о том, что ожидает нас в предстоящие сутки, я расскажу вам прямо сейчас В республике облачно с прояснениями, дожди с грозами Ветер юго-западный от умеренного до сильного Минимальная температура воздуха ночью составит от 10 до 15 градусов тепла Днем на юго-западе республики, в Буинске, Булгарах, Опастово, Камском устье и Доржаном плюс 17-19 На северо-западе, в Варске, Кукмаре, Болтосях и Зеленодольске 15-18 градусов тепла В центре, в Чистополе, Нурлате, Аксубаево, Мамадыши и Черемшане плюс 15-18 На северо-востоке, в Набежных Челнах, Агрызе, Сарманово и Муслюмово 15-17 На юго-востоке, в Альметьевске, Бавлах, Лениногорске и Бугульме 16-17 градусов тепла В Казани переменная облачность, ночью и утром возможны дожди, днем преимущественно без осадков Ветер юго-западный умеренный Минимальная температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла Днем столбики термометров поднимутся до 16 градусов Атмосферное давление будет слабо падать 742 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 65% Это вся информация о погоде к данной минуте Прекрасной вам осени, хороших выходных, до свидания!